приветствую вас на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты мои хорошие расскажу вам как вчера закончился мой день как новый день начался вы уже поняли мне опять сны снились под утро на ревелась опять маринку вспомнила слушать это ужас какой-то просто меня у меня уже никаких нервов не хватает это все а вечером то вчера у нас же тут по днепром работала противовоздушная оборона как начала греметь дом дрожит стекла дрожат бах бах вот эти бахи мы и когда бахи я выхожу на улицу потому что на улице не так страшно когда ты на улицу выходишь что ты видишь что она вот ничего же не летит над головой или там не летит в дом да и ты хотя бы не из чувства неизвестности вот от него страшнее когда мы выскочили на улицу они со мной выскочила соседка выскочила и стоим возле калитки тетя галя стоит на улице мы смотрим а над нами летят вот эти горящие вот такие 1 2 благо я поняла что это противо вот это ппо да ну поняли вот это вот господи ох оборона это потому что противо ну круг воздушно это оборот потому что я видела траекторию видно что это не просто в небе летят а что это снизу запускаются и вот они летят вот так летят летят я так понимаю что избивали же ракеты в самих ракет как бы не видно их не видно а как а вот это что их сбиваю тут эти вот ракеты которые сбивают уже их было видно они горели они были горящие таких горящие кометы летят и все это вот это над нами прямо над нами на высоко конечно слава богу что это высоко как раз на нашей дочке уже была высокая траектория уже набирали высоту но я видела откуда-то начинается что где-то там вдали начало от земли идут эти ракеты мы так живем на отшибе у нас тут нет домов не застроена как бы им и наверху немножко но в общем видно было где-то видимо не очень далеко что относительно да не очень далеко это в общем я вам хочу сказать это вообще это ужас это все летит они по 2 по 3 одновременно вот это все бах-бах где-то над головой вот там там стандарт ощущение что ты на перед на передовой где-то стоишь и куда и я говорю давай давайте в дом уже потому что мы сейчас какой-то мы можем не заметить какой-то кусок может ракеты упасть например знаете это нас осколок или еще что-то такое почему это был конечно дурдом они сидит у себя пишет сообщение что-то нас тут обстреливают понимаете но это понятно не нас обстреливали это понятно что работала вот это вот противовоздушная это оборона работала избивала ракеты но ощущение то ты находишься вот в этом эпицентре войны ощущение то ужасно если честно просто никаких нервей не хватает они сидит пишет сообщение я не забрала из комнаты потому что там окно говорю давай сюда садись тут окна дальше расстелили и спать опять тут к этой комнате в бункерной нашей которой не только слава богу ночь была спокойно ночью нормально было ну вот это вот перед вечером вот такое конечно это кошмар после всего этого мне еще и сон понимаете про мариуполь в общем я у меня такое ощущение что я рехну скоро от этого всего этого это ужасно много было много я не знаю сколько вроде как писали то ли 7 ракет сбили было 7 их 7 сбили помните как я говорила 5 запустят 6 собьют позбивали позбивали потом начал свет мигать у меня монитор потух компьютер потух ну слава богу нас не мы без света не сидели потому что его сразу видать переключили на другую линию какую-то у нас буквально может быть 30 секунд или 20 не было света но нам повезло у меня слава богу техника в порядке они говорит у ее учительницы был включен в сеть в это время ноутбук сгорел видать какой-то китайский там слабая там электроника сгорел ну вроде у нас как бы техника то-то добрый час сказать вроде бы все нормально вот это был вот этот переключали видимо сети думают мы со светом все порядке все в порядке но это уже просто такое нервное напряжение хочу сказать ну ты просто ты стоишь а над тобой в небе война понимаете вот этот воздушный бой по сути над тобой происходит мой ракет одни летят другие избивают и все у тебя над головой это все и такие бахи взрывы еще и я стою возле меня ребенок стоит тут галя пенсионерка 70 лет понимаете ой это это просто дурту такая херня ничё ничё ну кто не видел сегодняшнее мое видео посмотрели посмотрите я утром выложила свой сон я думаю что мариуполь мы вернем потому что я не знаю к чему там куры вот это все это знаете это как бы такое ну сон да он же как история это может быть много каких-то отдельных доведений но смысл был тот что ключи то от этой квартиры мариупольской были у меня и этот кадыров он не смог не смог эту квартиру разбомбить понимать нет то есть они же меня оттуда не смогли никак понимаете вытащить то есть я нашла там спасение да ну то есть благополучно значит я так понимаю и валенки валенки что возможно в холодное время года холодное время года мариуполь будет за нами за нами нам мы ключи эти от мариуполя получим понимаете еще надеюсь что он не будет еще раз уничтожен потому что вот они атаку устроили ну даже ни одно стекло не треснуло понимаете во время вот этой атаки ни одно стекло не треснуло поэтому наверное есть шанс что это освобождение будет уже не такое да что вот это вот как чтобы опять еще раз люди вот в этой всей в этом аду окажется вот этот вот а вчера знаете почему мне еще сон приснился помните мы с вами вчера говорили что мне женщина там писала за мариуполь был вопрос наташа как вы считаете нужно ли эвакуироваться вы понимаете вот видимо мы поговорили вчера об этом да про мариуполь вчера только мы у нас был разговор да как я воспринимаю мариуполь сейчас и мне вот этот сон приснился и мне приснился такой сон этот эта вещь точно потому что под утро до меня теле пола меня трусила как обычно на вещи сон я его помню он снится прямо утром прям утром такое такие дела не знаю даст бог если получится выехать еще хотя бы на несколько недель может быть на месяц еще куда-то тяжко нужно восстанавливать нужно восстанавливать не знаю посмотрим есть идея так заре заразилась поездка в испанию не знаю если у мамы получится у них же там хозяйство я бы конечно махнула в испании может быть ну хотя бы две-три недели может что-то как-то да и вот не знаю прям заразилась и смотрела вчера вечером про испанию видео сегодня с утра уже посмотрела там города какие я никогда не была в испании что-то мне как-то ну знаете в голову засела эта мысль теперь я хочу там побывать хочу побывать посмотреть отдохнуть солнцем напитаться да вот тут эту всю энергию испанскую почувствовать почему-то теперь у меня эти новая мечта я хочу поехать в спаль буду вам там снимать все показываю такие новости такие новости у меня знаю я четко понимаю что все это идет концу и украина победит это будет громко и мы выгоним этих рашков и путин этот обосрется и россия конечно кажется в такой ситуации да неприглядной это все так но до этого нужно еще дожить дожить вот этот каждый день и ты вот это вот все у тебя над головой эти все взрывы это очень страшно то очень страшно дай бог никому мать его творить такой ужас творить такой ужас вот так вот убивать чужую страну и прикрываться еще какой-то помощью прикрываться какой-то ложью чистой воды ложью брехней про спасение про нас и про что угодно врать по чем бог вы понимаете человек который говорит правду всегда проигрыш и всегда потому что он ограничен рамками правды а брехло может врать все что угодно в любую сторону ему плевать и чем больше врет понимаете тем больше как бы этим тем сильнее его позиция потому что человек который говорит правду получается как получается должен оправдываться что ли доказывать что он говорит правду а бреху ну то все равно он прет одну, другую версию, пятую, десятую, вот явная позиция России, правильно, они бесконечно какие-то версии, одну, вторую, пятую, десятую, врут бесконечно, слушайте, я уже этот язык бы оторвала, и собакам отдала, да что ж это такое, слава богу, что весь мир уже воспринимает адекватно это все и уже просто не реагирует, изначально они пытались слушать еще, да, как бы доводы России, то сейчас-то уже они настолько забрехались, уже настолько это вранье прет, извините, красный, да, уже красным, что уже и так, ну, уже даже не возникает сомнений, надо уже задумывать, а может быть это и правда, какая хера правда, это уже так завраться, что даже если возникнет ситуация, и Россия действительно захочет сказать правду, им никто не поверит, потому, знаете, это как вот в этой легенде, да, про пастушка, который бесконечно кричал спасите волк, спасите волк, да, и к нему прибегали на помощь, а волка не было, а когда этот волк действительно пришел, и он заорал, то никто ему не поверил, вот с Россией будет так же, когда им действительно понадобится помощь, и они будут кричать спасите караул, никто им не поверит, потому что заврались, заврались, это мыслимо такое попридумывать, вот это же, это просто нонсенс какой-то, что это такое, и эти 140 миллионов, как телки, верят, ходят или делают вид, что они верят и не понимают, да делают вид, скорее всего, не может быть, что такие тупые, чтобы не верили, чтобы вот это вот действительно доверяли своему правительству, скорее всего делают вид, вы знаете, мне кажется, они, потому что им так спокойнее жить, не надо заморачиваться, думать, анализировать, так просто спокойнее, да, так как будто бы так ходишь такой дурачок себе, говорят же, дуракам легче, да, вот тут они и корчат из себя таких дураков, понимаете, уверенных в могуществе, блядь, своей грёбанной России, Боже, слушайте, это какой-то, действительно, это какой-то, какой-то мир, иллюзорный, замкнутый какой-то мир, и они там что-то себе придумывают, что-то себе рассказывают, понимаете, только это, вот этого всего за пределами этого шара, того, что они там придумывают, его не существует, здесь совершенно другая реальность, они в таком каком-то шаре, и что-то там себе придумывают, и сами в это верят, понимаете, сами себя в этом убеждают, это как дурдом, это реально большой дурдом, вот большой дурдом, один там этот, то Наполеон, он понимает, этот пришибленный и пришивый, то он Петр Первый, то он там еще кто-то, собиратель земель, то он там еще освободитель земель, а по факту ты кто? Ты кто? Ты неудачник, как ГИБИС, который, понимаете, какими-то манипуляциями на смертях пришел к власти, устроил эти взрывы, террор в России, дома начал взрывать, и на страхе, на страхе чеченской войны, на страхе чеченцев, что якобы без него прям Чечня уничтожит Россию, там всрались, вы понимаете, то у Чечни, они жили своей жизнью, пока вы к ним не сунулись с Первой Чеченской войной, понимаете, и он на этом страхе построил вот эту свою империю, потом, когда начинал теряться его, значит, авторитет, он полез в Сирию, он полез в Грузию, он забрал Крым, он полез в Донецк, то есть все на страхе, на страхе, и этим людям по приколу так, россиянам, да, им по приколу, им нравится, когда у них, значит, царь, победа, это знаете, как этот, в этом, в Илычном столите, вы же смотрели там, эти все янычары, да, и купцы начинали бастовать, восставать, когда султан долго не шел на войну, потому что долго нет захватнических войн, соответственно, долго нет доходов в казну, ворованных по сути же, да, это же захватить территорию, значит, что-то украсть себе в казну, получить какие-то от других территорий, какие-то налоги, соответственно, да, вот эту власть, больше власти, то они начинали восставать, то есть у них не было желания жить мирно, и строить какую-то экономику, да, там бизнес какой-то, торговать, нет, им нужно было захватывать, если долго не было войны у султана, значит, султан, видите, испортился, вам не кажется, что вот что-то средневековое, вот сейчас прослеживается в России, они от него требуют, они вот сами россияне, они требуют от Путина, каких-то захватнических действий, докажи, подтверди свой мачизм, подтверди, что ты имеешь, что ты сильный, да, подтверди свое право сильного, и он, соответственно, подтверждает, иначе у него начинают рушиться рейтинги, вот поэтому и захватываются территории, да, понимаете, то есть, о чем я вам говорю, что сами эти россияне, сами, они сами вот этого взрастили, этого Путина, взрастили его, потому что другого они не приемлят, им не нужен никакой там демократический, что вы, что вы им, они как люди средневековья, вот как те турецкие купцы, которые, у Янычар денег нету, да, они у нас, соответственно, не покупают товары, у нас тут проблема, у нас, ну, видите, какое рассуждение, но это же средневека, мои хорошие, это какие века, а нынче, делайте свои товары, производите, развивайте, развивайте Россию, да, вот, растите над собой, нет, мы захватим еще чего-нибудь, мы еще, и за счет этого мы будем великими, боже мой, это, 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 это ёбнутая нация, понимаете, горячего водоснабжения, такой у них, такой у них президент, потому что они сами такие, они сами такие, у них не может быть другого, ну, не может быть у них другого президента, не может, что с ними происходит, я не понимаю, что с этой страной реально произошло, не понимаю, не понимаю, такая история, что я себе не хотела вам рассказать, собственно, вот так вот, чем больше я об этом думаю, тем больше у меня голова просто лопается, от этого осознания, что вот у нас в 21 веке цивилизация вроде бы, да, и люди как бы вот, ну, мы же разумные, разумные люди, вот сейчас огромная масса населения, людей, могут быть настолько тупоумными, понимаете, вот реально они как, ну, как сумасшедшими, сумасшедшими, по сути сумасшедшими, абсолютно уверенными в своей правоте, вот такими вот бешено агрессивными, ну, они же агрессивные, 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 кто-то орут бесконечно, извините, убить, убить, укром, убить, укром, понимаете, а и при этом еще прикрываясь, мы их спасаем, так подождите, либо вы спасаете, либо вы убиваете, в общем, это ужас, это какой-то нонсенс, что происходит вообще, и возможно, возможно, это действительно как вирус, который пустили по стране пропагандисты, я не удивляюсь, если действительно, вот такая пропаганда массовая, бесконечная, очень долгая, годами, 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 бесконечно, вот эти вот бесконечно новости, вот они говорят, вам забивали мозги, вам там что-то такое, да, мне там какая-то дебилка россиянка писала, вот по поводу того, что нам забивали мозги с 90-х, да блин, да нам похер было на Россию всегда, кто нам в мозги забивал, мы жили, Украина всегда жила суккуба своей жизнью, мы жили эти хуторяне, мы о своем, нам плевать, где там что происходит в России, какие у них там политические действия, революции, не революции, там что у них творится, нам было всегда плевать, мы жили своими интересами, новости, вы знали, вот я никогда не знала, кто там премьер, кто, ну кроме президента, я ничего не знала, ничего об их политиках, мне о своих-то политиках не интересно, было, тем более, потому что я занимала своим делом, питомник развивала, сад, дом, я была в своих, и каждый из нас, из украинцев, если это не политики, занимается своим делом, вот своим, своей землей, своим, 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 да, и мы не лезем к чужим людям, и чужие страны, и не указываем, не учим, не спасаем, эти же шибанутые, понимаете, вот это вот, вот, видимо это действительно пропаганда, видимо пропаганда, потому что, по большому счету, россияне, они же не какие-то там, изолированная ДНК российская, да, разная там кровь, там и Украина, и Белорус, и все, там же переплетено, то есть, они люди как люди, но вероятно, такой вирус, вот этот пропаганды, внедрился в мозг, что по сути, это психическое заболевание, какая-то форма, такого гипноза, психического заболевания, потому что, ну, они же не рождаются сразу идиотами, они же рождаются, ребеночек рождается, он же, ну, если этот ребеночек, который родился в России, попадет в Украину, вырастет в адекватной среде, он же будет нормальным, то есть, скорее всего, это пропаганда, у нас же тоже хватает этих дебилов, понимаете, которые все про Россию там бредят, почему, потому что они смотрят телевидение российское, соответственно, им тоже в голову вот это вот все бредятино заходит, а почему телевидение российское, потому что фильмы там показывали на этих тарелках, классные всякие разные, между фильмами вставляют эти новости, я вам скажу, это проблема, да, вот на будущее нужно об этом думать, чтобы российское телевидение было запрещено в Украине, никаких этих тарелок, и свои нужно фильмы снимать, классные, чтобы не хотелось смотреть российские сериалы, а в перерывах между ними российские новости, с этими пропагандонами, дебилами, а этих пропагандонов, это вообще нужно вешать, я вам хочу сказать, это по сути люди страшнее даже самого Путина, потому что они вот эту заразу, этот вирус внедряли в мозг людям, вот ну по факту, понимаете о чем я, слушайте, это страшная история, и вот так вот ты подумаешь об этом и не понимаешь, то ли они сочувствия достойны, как больные люди, да, вот ты как с психически больным будешь себя вести, ты ему будешь сочувствовать, понятно, ты от него держишься в стороне, ты от него изолируешься, ты стараешься обойти его десятой дорогой, да, либо посадить его там, если он буйный, тогда посадить его, значит, в камеру, да, и колоть ему там успокоительный, но ты все равно какую-то долю сочувствия к нему все равно, ну человек болен, да, вот у меня сейчас такое ощущение, что это глубоко больные люди, глубоко больные, даже если они агрессивные, даже если они кричат смерть укра, мы там про нацистов, или мы их спасаем, вот есть у меня сейчас ощущение, что они глубоко больные, просто, я уже не знаю, излечимо или неизлечимо, я не понимаю этого, это нужно не ко мне, наверное, но это реально психическое заболевание, психическое заболевание, как вирус, только оно вирусное, поймать она вирусная в общем это все кошмар это все кошмары чем больше об этом думаешь просто волосы дыбом от этого всего я хочу в испанию я хочу в испанию под пальмы к солнцу понимаете увидеть нормальную цивилизацию где чистое голубое небо и просто это ужас какой-то дурдом большой дурдом понимаете и они этот дурдом хотят развить по всему миру им мало своего дурдома им нужно еще и здесь дурдом и здесь дурдом охренушки вам обнести их понимаете забором с колючей проволокой и лечить как-то не знали р тоже нужно лечить как-то такой же пропагандой наверное скорее всего да как клин клином же вышибают значит какой-то пропагандой нужно их лечить эти мозги промывать промывать вот это вот прям в какими-то нормальными адекватными идеями понимаете возможно когда-нибудь когда-нибудь у них это из них вот это все выйдет я не знаю конечно последствия останутся в организме несомненно но хочешь как-то же можно наверно кого-то пути вот это вот спасти в общем слушайте психиатры есть у меня среди подписчиков психиатры что вы об этом думаете вот может ли это действительно иметь иметь место вот то что люди как вирусная психическая такой какой-то психическим заболеванием заражены как вирусным из-за вот этой пропаганды это может иметь место я думаю да я думаю да и вся атмосфера вокруг добавляет а вот это вот все люди получаются вот в таком окружении причем один подтверждает мысли другого вот тут это вся среда такого дурдома и они в этой среде абсолютно уверены что все что не так как у них это плохо а у них там все правильно да что по-другому быть не может почему я к тому что это дурдом то вся россия превратилась большой дурдом и люди вот сейчас реально это психически больные люди которым вероятно нужна помощь наверное многим можно помочь наверное да ну ну не не просто же до их там дустам но можно и дустам тем которым уже не помочь тех дустам а кому-то же можно помочь что вы думаете об этом я уже не знаю об этом просто когда задумываешься об этом такое ощущение что взрывается мозг потому что это противоречит каким-то естественным нормальным процессом это какой-то нонсенс но это же есть это существует это ужасно но но есть но ну вот вот она дурдом какой-то просто чем поговорили высказалась хорошего дня хорошего дня держимся если кто-то живет в испании напишите мне как вас там у меня прям голове засела испании нужен отдых все я с ума схожу от этого все увидимся вот такое сегодня видео такое